Добрый день! В эфире новости «Центральный регион». О главных событиях за неделю из жизни Минской области расскажем мы, Ольга Медведь и Сергей Луговский. Итак, смотрите сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящем снежном сафари. Нас ждет эмоциональная экскурсия в Хаски-парк под Минском. И добавим экзотики в контактном зоопарке под Солигорском. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и начнем с темы, которая всегда актуальна и чей прогресс отражается на каждом из нас. Развитие системы здравоохранения Минской области на неделе было в фокусе внимания руководства Центрального региона. Акцент сделали на Борисовском, одном из самых заметных и крупных районов. За последнее время здесь открывали новые корпуса больницы, устанавливали медоборудование, проводили уникальные операции. Модернизируют и фельдшерско-акушерские пункты на селе. В самом же городе на Березине планируют строить новую поликлинику. К слову, новоселье в области ожидаем уже и в этом году. Это большая поликлиника в Смолевичах. Алексей Кондратенко о самых важных инвестициях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это здание в деревне Житьково Борисовского района новостройка, хотя его, по сути, не строили, а смонтировали на готовом фундаменте. Модульный фельдшерско-акушерский пункт, солидная конструкция. А для местных жителей – островок, где решаются вопросы здравоохранения. Такую сельскую мини-поликлинику произвели на БАТЭ, Борисовском заводе автотракторного электрооборудования. По размерам это как компактная трехкомнатная квартира. Теплая, светлая и уютная. Вот уже более 10 лет в Житьково трудится Оксана Ржевудская. Человек с большим сердцем, чуткой душой и сильным характером. Начинала в Борисовском роддоме. Сегодня у заведующей ФАПом работа не менее ответственная. Приходится оперативно решать вопросы здоровья своих пациентов, а это полтысячи человек. ФАП обслуживает 4 деревни. Мужа мы его вытащили из ковида. Я уже думала, что не вытянула. Вот она приехала там, так поговорила, всем серьезно. Профилактику провела. И вот выкарабка вся человек. Вот как-то так мы с ней дружим, как сказать. Ну, в деревне ее зовут Наша Антоновна. Диабет с ее помощью тоже вовремя к доктору обратилась. Поэтому цены нет. Для нас, особенно для пожилых, это очень хорошо. И звонок, и какое лекарство надо, и посоветуют. И привезет даже, если нет. Пациенты обращаются ко мне по различным вопросам. Зачастую даже просто прийти, проконсультироваться, чтобы получить какой-то совет в той или иной ситуации. Естественно, я никому никогда не отказываю, всегда прихожу на помощь. На ФАПе можно проверить остроту зрения, снять электрокардиограмму, измерить уровень глюкозы в крови. Переездом на этот новый ФАП все изменилось. Такое ощущение, что просто поменяли новое место работы. Стало очень комфортно. Большие перемены происходят и в маленькой участковой больнице агрогородка Зембин. Новая машина пополнила автопарк местных медиков. Это флагманская модель Белджи. Так, своим подарком с самого завода в Борисове распорядился глава государства. Ключи от авто передал губернатор Александр Турчин. Автомобиль Белджи Х50. Обслуживаем 24 деревни. Радиус 25 километров. Поэтому в такое время года, когда зима распустится, нам, конечно, нужен автомобиль, чтобы он был проходим. Поэтому я думаю, что этот автомобиль нам ускорит обслуживание вызовов. Сам же Борисов год за годом не просто совершенствует систему здравоохранения, но и задает новые тренды в медицине. Не так давно здесь открылся детский и многопрофильный корпус при Центральной районной больнице. В городе на Березине освоили ряд сложных, высокотехнологичных операций. Они возводят новые и необходимые объекты, модернизируют старое здание. Реализуется следующий этап инвестиционной программы. Это строительство станции переливания крови, в которые будут размещены также централизованные лаборатории. Они будут функционировать не только в интересах Борисовой станции переливания крови, но и в качестве межрайонных лабораторий. Планируем выполнить отдельное организовать отделение, которое будет заниматься ортопедической помощью. То есть не только эндопротезирование, востребованные еще операции на костях, на металлоустой синтез, то бишь несколько другое направление. И экстренная травматологическая служба организована. Во всей же системе здравоохранения Минской области ожидаются обновления и очередные технические приобретения. В 2023 году мы ввели три аппарата компьютерной томографии, аппарат магнито-резонансной томографии. Такой же темп будет сохраняться и в 2024 году. Конечно же, в 2024 году стоит задача сконцентрироваться на следующем звене – это наши поликлиники. Здесь уже также будут продолжаться работы, которые и продолжались в предыдущих годах по наведению порядка, приведению надлежащего санитарно-технического состояния. Это строительство поликлиники в новом микрорайоне. Мы берем типовые проекты, потому что за последние четыре года в Минской области было достаточно построено именно новых поликлиник. Безусловно, продолжение строительства собственного жилья для медиков. Вопрос перспективы и судьбы инфекционной больницы. Примем экономически целесообразное решение. То есть, возможно ли отремонтировать, но, безусловно, это не будет инфекционная больница в этих объемах. Есть несколько вариантов, то есть совмещение части инфекционной больницы и поликлиники в этом здании, либо перепрофилирование этого здания вообще в поликлинику. Этот год пройдет и под знаком больших премьер в структуре здравоохранения Минской области. Это новый корпус областного роддома, лечебный корпус в поселке Дружный, а также большая поликлиника в городе Смолевичи. Алексей Кондратенко, Николай Лашкевич и Анатолий Долотовский. Новости. Центральный регион. А сейчас о перспективных проектах агропромышленного комплекса Минской области. Борисове заработало новое производство по выпуску макаронных изделий. Проект по импортозамещению реализует комбинат хлебопродуктов, который вложил в современное оборудование более 4 миллионов рублей, в том числе за счет средств инновационного фонда Миноблсполкома. Производительность новой линии – одна тонна продукции в час. Передовые технологии и новые маркетинговые ходы позволят белорусской продукции найти нового покупателя, в том числе и за рубежом. Чем отличается группа? Группа уже производится из пшеницы твердых сортов. Она в Беларуси не произрастает. У нас нет пшеницы твердых сортов. Было принято решение о приобретении линии. Сырье – это Российская Федерация. Фактически мы сейчас готовы 9 тысяч тонн макаронных изделий группы А поставить на полку нашему покупателю. В планах Борисовского комбината хлебопродуктов на этот год также реализация проектов в мясомолочном животноводстве. Это строительство и развитие новых молочных комплексов и других объектов. Сферу АПК Минской области в этом сезоне усилят новые тракторы и комбайны, откроют зерносушильные комплексы. Но это в перспективе. Сейчас же аграрии проводят ремонты и техническое обслуживание автопарка. От исправности машин напрямую зависит, насколько продуктивным станет весь сезон. Впрочем, о том, что урожай будет, сомнений нет. Состояние озимых культур хорошее. Посевы сейчас мониторят во всех хозяйствах региона. Всего около 450 тысяч гектаров. Это и зерновые, и рапс. Снежный тизер полевых работ у Елены Витко. Состояние посеву хорошее. Пока зимовка проходит на высшем уровне. От вымерзания зеленые всходы защищает снежное покрывало. Здесь, например, зимует рапс, участок в 50 гектаров. Всего же в экспериментальной базе Котовского осенью засели почти 2000 гектаров. Комфортно себя чувствуют и зерновые культуры. Нет повышенного расхода питательных элементов, что плохо связывается обычно, когда такие скачки плюс, минус, земля не замерзшая, то есть идет расход питательных веществ, и растения погибают. А на данный момент растения в состоянии покоя, и то есть все хорошо. Состояние посевов мониторят во всех хозяйствах Минского благорессервиса. Это порядка 4000 озимых гектаров. И как только у растений начнется вегетация, приступят к подкормкам. Азот накоплен, калийными и фосфорными удобрениями местной аграрии обеспечены на 90%. Сейчас же закупают семена. Планируем весной посеять 1500 гектаров зерновых и зернобобовых культур с крупенными и 1400 гектаров кукурузы. У нас осталось запахать 800 гектаров почвы подготовить. Мы не знаем, какая будет весна. Длинная, короткая, холодная, теплая. У нас есть очень маленькое окно, чтобы провести очень обширный круг работ. Чтобы соблюсти агротехнологию и уложиться в урожайный дедлайн, нужны не только профессиональные кадры. Исправная техника. Плуги и сейлки, культиваторы, опрыскиватели. Всего на этой площадке более 50 специальных агрегатов. Почвообрабатывающая техника полностью готова и уже ждет старта весеннеполевых работ. Обычно это первая половина марта. Агросезон откроет роса машины для внесения минеральных удобрений и средств защиты. Стафету подхватит техника для вспашки и закрытия влаги. Ремонт проводят поэтапно. Производится дефектовка техники, агрегатов. Заказываются запчасти, оплачиваются. Постепенно поступая на склад, мы ремонтируем. На данном этапе мы видим ремонты культиватора, ремонт трактора 12-21 и ремонт трактора МТЗ-35-22. Тест-драйв и комплексное техобслуживание перед посевной проводит Александр Курьянович. Сейчас, например, проверяет тормозную систему. Механизатором трудится уже 25 лет. За это время заработал репутацию опытного инженера. Надо починить, чтобы было все отлично у нас, чтобы мы уже надежно отработали. Скорее бы в поле, там и день быстрый проходит, зима тянется. Своего золотого часа уже ждут комбайны. Все 13 в этом хозяйстве отремонтированы, покрашены. На очереди энергонасыщенные тракторы. Более 700 единиц техники. Столько нужно подготовить хлеборобом в аккомбинате Ждановичи. Инженерная служба работает по строгому графику. Как подготовишься, так и отработаешь, и проведешь и посевную, и уборочную заготовку кормов. Каждая единица техники требует своего подхода для того, чтобы она служила нормально и отработала, и давала показатели. План и есть, конечно, и на покупку новых тракторов, и новых зерноуборочных комбайнов, чтобы обновлять парк. Готовность техники в хозяйствах Минской области сейчас около 70%. Первые техосмотры пройдут уже 16 февраля. Это на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Так хлеборобы выйдут на продовольственную дистанцию в ожидании погодной отмашки. Елена Витко, Андрей Градобоев и Андрей Новгородцев. Новости. Центральный регион. Пришла пора. Созрели шишки. В Центральном регионе идет активный сбор хвойного урожая. Семена будущих деревьев, сосен, елей и лиственниц невозможно собрать в теплое время года. А потому что только зимой шишки плотно закрыты. А потому ценные зерна сохраняются в полном объеме. А значит и фундамент будущего леса. Работа кипит и в Солигорском районе. На территории Листопадовичского лесничества под щедрыми угодьями сосны обыкновенной более 20 гектаров. Собирают ароматные плоды только вручную. Как с земли, так и с высоты. Но сбор золота лесов только начало долгого и очень трудоемкого процесса. Шишку от семечки отделяет как минимум шесть производственных этапов. В путешествие с ароматом хвои отправилась Александра Гойтан. По лесу идет и шишки собирать здесь не мишка косолапый. Добыть маленькие, но богатые ценными семенами плоды не так легко, как в детской песне. Нужна целая команда профессионалов. Да еще и со спидтехникой. Это специальный подъемник. Управление осуществляется за шутер-распределителем. Это подъем стрелы в рычаг, влево-вправо. Мы в обмундировании пристегиваемся, каска. Аккуратно у нас тракторист нас поднимает. Собираем шишечки. Работа интересная на свежем воздухе. Коллектив у нас хороший. У опытных лесоводов Старобинского лесхоза миссия крайне важная. Из подснежных шапок найти и дотянуться до каждой спелой шишки. А еще не пропустить ни единой сосны. Тихая охота в январе. Именно зимней порой в заснеженном и морозном лесу щедрые плантации готовы к уборке урожая. А все потому, что созрели шишки. Вернее, семена будущих хвойных деревьев. В теплое время года собрать семена невозможно. Ведь чешуйки в своеобразной эко-шкатулке смыкаются только с наступлением холодов. Сохраняется держимое в полном объеме. А значит, новому лесу быть. В простонародье это крючок. Ну, если есть снег, присел. Норма 7 килограмм с половиной. За смену. Но мы стараемся, сколько нас собирали, сколько у нас и получается. Ну, это может 20 килограмм. В листопадовическом лесничестве более 30 лет назад заложили эту урожайную плантацию сосны обыкновенной. Деревья здесь отборные, селекционные. Несмотря на хорошую генетику, за хвойными богатырями царский уход. Лескозом ежегодно проводятся мероприятия по содержанию данной плантации, такие как внесение минеральных подобрений, вырезание нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности, дискование, междурядий. Проводится химическая обработка данной плантации с целью борьбы с врезителями семян и шишек. Пока одни собирают, другие дозревают. Как вот эта шишка-малютка. Совсем зеленая, она остается зимовать. Но через год станет больше и крепче. К слову, в планах у Старобинского лесхоза увеличить плантации на 10 гектаров. Сейчас работают над проектом и готовят почву. В этом году в Минской области планируют заготовить 140 тонн шишек. Хвойная жатва или сбор золота лесов – это только начало длительного и трудоемкого процесса. Урожай, который собирают в том числе на хвойных плантациях, затем поступает сюда, в этот цех. От цельной качественной шишки до готовых семян нужно как минимум 6 операций. А здесь уже с заботой каждому зернышку трудятся лесоводы, инженеротехнологи, лаборанты Республиканского селекционно-семеноводческого центра. Благодаря тому, что наш цех оснащен высокотехнологичным оборудованием, мы получаем семена с высокими посильными качествами. Две недели шишки-новички просыхают в дышащих шкафах. Затем их вручную перебирают на линии сортировки. Далее в расписании – сауна при высоких температурах. Причем у каждой хвойной свой микроклимат. К примеру, шишкам сосны необходимо более 50 градусов. Затем семена отделяют от крылатки и просеивают. Загружаем в этот барабан семена с крылаткой, добавляем воду. После этого можно при помощи потока воздуха от влажных семян отделить крылатку, которая высыхает быстрее. Шишки сосны, ели и лиственницы попадают в центр в основном из трех областей – Минской, Могилевской и Гомельской. Тут же созданы особые условия для хранения стратегического запаса лесного фонда страны. Это наши холодильные камеры. В них хранятся семена. Вместимость каждой камеры – около пяти тонн. Когда приходит время, озерна высаживают в грунт. А крепшие до года двухсаженцы становятся новым лесом. Александра Гойтон, Виталий Селявка, Алексей Казьмин. Новости Центральный регион. Дог-трекинг, фотосессии с пушистыми четвероногими друзьями. Такой план можно составить на выходные и отправиться на экскурсию в Хаски-парк под Минском. Гостей ждет знакомство с северными породами, в том числе маламутами и самоедами, во время пробежек по зимнему лесу. А экзотики белорусскому уикенду добавит и контактный зоопарк под Солигорском. Австралийская птица эму – верблюд. За колоритными кадрами не обязательно лететь на другой конец света. Энимал-туризм в репортаже Ильи Цветкова. Вот они, любимые звуки тех, кто просто обожает собак и не может без них прожить. Более 30 хаски, маламутов и самоедов на территории Хаски-парка. Заряжаемся положительными эмоциями и пытаемся с ними подружиться. Камеры и микрофоны – эти милые пушистые создания абсолютно не боятся. Нашу съемочную группу хаски встречают как старых знакомых. Каждый пес требует уделить ему внимание. Питомцы Хаски-ленда хорошо знают, как понравятся новым посетителям. С животными здесь можно играть, кормить их и фотографироваться, но только под присмотром хозяев. Специальные угощения предложат на месте. Одеться лучше в то, что не жалко испачкать. А еще с хаски можно отправиться на док-трекинг, пешую прогулку или даже пробежку по лесу. Нужно лишь выбрать понравившегося питомца, надеть поводок и вперед навстречу приключениям. Хаски – это ездовая порода. Два назначения ввязаны – тянуть санки, исторически было, и греть своим телом. Оба назначения выполняют с удовольствием. А предоставляем мы такую услугу, как познакомиться с породой, поиграться, пофотографироваться. И тем, кому необходимо, не получать консультации. Потому что собачка необычная, всем кажется, красивая на диван, а на самом деле вообще красивая, но не на диван. Следующий, да. Корм, корм. Давайте, в очередь. В очередь. Все забрали. Рядом с хаски здесь и почти настоящие волки. Хищники уже адаптировались к людям. И это тот случай, когда к дикому животному можно прикоснуться и ощутить особые эмоции. Это смесь карпатского волка с немецкой овчаркой. В 56-м году прошлого века зарегистрировали породу. И вывели такую собаку. Хозяева хаски парка расскажут о правилах содержания этой породы. О том, как правильно организовать тренировки для животных, дадут рекомендации по составлению рациона питания для тех, кто решит завести у себя дома голубоглазого верного друга. Своя особенная атмосфера общения с животным миром и релакса и в контактном зоопарке под Солигорском. Сегодня мы приехали сюда подготовленные с продуктовым набором угощений для четвероногих друзей. Теперь можем смело заходить в вольеры, кормить животных. Здесь это абсолютно легально. Гладить их и наслаждаться атмосферой. Я знаю, что ты любишь виноград. Пожалуйста. Вот, молодец. Вкусно. Все, закончился. Сейчас еще дам. Да, это фрукты и овощи. Более 150 животных в контактном зоопарке встречают гостей. Владельцы агрофермы проведут зооэкскурсии и поделятся фактами о жизни австралийских эму, африканских верблюдов и яков в условиях климата нашей страны. Контактный зоопарк это то место, где можно прийти и поконтактировать вот так в прямом смысле слова со всеми зверюшками нашего зоопарка. Ко многим можно зайти, потрогать, сфотографироваться. В планах у владельцев фермы организовать выездные фотосессии на верблюдах на фоне осолигорских терриконов, а также закупить несколько новых видов хищников и травоядных, чтобы пополнить большую семью экзотического зоопарка. Илья Цветков, Виктор Борисов и Николай Юзефович новости Центральный регион. Ну что ж, и на этом мы завершаем наш выпуск. Самое интересное и важное из жизни Центрального региона покажем вам и в следующее воскресенье сразу после полуденного информационного выпуска. Ну а следить за проектом новости Центральный регион можно также на сайте tvr.by и ютуб-канале агентства теленовостей. Ну а сейчас всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok